здравствуйте друзья мы с вами в офисе иммиграционного адвоката американского светланы каф и сегодня я задаю те вопросы которые вы просили задать светлане в комментариях под тем видео где я делал анонс об этой встрече и вот светлана такой вопрос блогер и виза не виза и грин карта и виван то есть экстраординарные способности и блогер прокатывает такая вещь или нет вот допустим у него там миллионы подписчиков у него просмотров больше чем там у не на 80 процентов там официально зарегистрированных с массовой информации о нем пишут о нем говорят его цитируют ну что-то такое происходит вот он подходит в эту категорию или как для и b1 то есть это грин карта для экстраординарных специалистов может подойти под любую профессию кроме юристов то есть юристы исключены из списка профессий то есть по идее если любая профессия подходит значит блогер тоже может подойти наша задача для и b1 доказать что вы находитесь в топ несколько процентов своей сферы поэтому как мы докажем что вы как блогер находитесь в топ несколько процентов то есть допустим у вас очень много просмотров да то есть это можно сказать своего рода публикации то есть очень много видео с поставлено там так далее но кроме этого есть из десяти критериев которые установлены для того чтобы доказать что вы поднялись на топ несколько процентов своей сферы нужно показать что есть публикации о вас есть выступления на конференциях есть коммерческий успех нужно доказать что вы по этим критериям подходите под категорию и b1 то есть теоретически это возможно в практике нужно смотреть подойдете ли вы по остальным критериям хорошо теперь такой вот вопрос сейчас идет разговор о том что в январе-феврале в расписание конгресса сша поставят может уже поставили я не знаю обсуждение миграционной реформы и вот если реформа пройдет но в том в том виде в каком мы читали законопроект там собирались отменить лотерею green card потом воссоединение с родственниками собирались сделать гораздо более таким сложным и как быть с теми в принципе как система работает как быть с теми кто уже в процессе вот допустим сегодня мы подали на воссоединение там я не знаю с кем со взрослым сыном и и вдруг вот через три месяца новый закон который запрещает вообще воссоединяться со взрослым сыном обычно когда новые законы выходят в штатах то закон не вступает силу ретроактивно имеется ввиду те кто уже в процессе они следуют они идут по старым законам и когда выпускает новый закон обычно дату действия закона ставят наперед то есть очень часто закон не начинает действовать в день когда его подписали а допустим говорят там все кто подадут через там полгода или там с такого-то числа в следующем году на них будет распространяться новый закон обычно иммиграционные законы которые вот так радиокально меняют правила подачи занимают несколько лет чтобы вступить в силу поэтому даже если эту реформу подпишут как говорят там весной есть шанс что год два-три вообще будет ее рассматривать и ничего в силу не вступит в ближайшие пару лет но это правда что есть разговоры о том что отменят лотерею green card есть разговоры о том что перестать перестанут разрешать воссоединение семьи со взрослыми детьми такие законы ведут такие разговоры ведутся и вот у нас была конференция иммиграционных адвокатов вот буквально в эти выходные тоже ведутся разговоры но также нас успокаивает что ничего быстро не произойдет скорее всего такой вопрос если вы помните мы уже как-то беседовали о получении а подачи на политическое убежище на острове гуа куда можно без визово приезжать это американский остров сейчас вот пошла такая значит мулька про западная сама что туда тоже можно приехать и тоже без визово и чуть ли вот там не совершенно идеально вот да оттуда можно как бы проникнуть сша или прямо там подать я не знаю в общем может быть оттуда можно без визово въехать в сша вот есть что такое связанное с западным самого если честно не слышала что это распространенный путь иммиграции но если говорить вообще о вариантах подачи где-то не в 50 штатах америки то нужно находиться например на гуаме люди думают что так просто на гуам то можно попасть без визы подать там документы офицер приедет иммиграционные проводить собеседование на остров гуам то есть у вас не будет собеседование допустим лос-анджелес или на гавайях у вас будет собеседование на острове где вы подали условия жизни там далеко не лучше чем в странах бывшего советского союза это просто что-то другое и попасть без визы в америку в штаты в 50 штатов практически невозможно то есть это будет такое же нелегальное пересечение границы как если вы через канаду или мексику перейдете поэтому это довольно опасный такой путь и нужно внимательно нужно хорошо обдумать хотите ли вы находиться пару лет вот в таком подвешенном состоянии не совсем не совсем благоприятных условиях пару лет есть еще вопрос такой ну похожий по сути своей говорят вот у меня транзитная виза я лечу в мексику но у меня пересадка в нью-йорке а вот я в нью-йорке раз и подам на политубежище как вот так работает знаете как адвокат с лицензией ними не имею права вас консультировать им учить вас как вам перейти границу или остаться нелегально просто не имею права такие вещи говорить но обычно подача документов вот который считается что на границе вы просите статус бежится это происходит на границе то есть в аэропорту нет такой возможности с вами побеседовать и не у кого этот статус попросить то есть получается что люди которые просто остаются случайно они каким-то образом попадают просто в город и там подают документы на статус беженца через обыкновенные офисы миграционные а те кто просят статус на границе обычно это происходит на границе с мексикой или с канадой то есть в нью-йорке в аэропорту нет такой возможности попросить этот статус интересно то есть а вот нельзя к любому сотрудникам государственной службы там таможеннику литор пограничнику подойти вот то есть он как бы не знаю что с этим делать но он не знает что с этим делать и не всегда вы можете ожидать что вы попадете на компетентного человека или доброжелательного человека или то и другое и могут не совсем как бы адекватное законно с вами себя повести поэтому я бы не рисковала бы подходить просто кому-то в аэропорту скорее всего человек не знает что с вами делать я отвлекусь от тех вопросов, которые у нас были. Вот когда президент Трамп сказал про 23 родственника, которых выписал, значит, вот этот вот приехавший по грин-карт лотерею террорист из Узбекистана, и никто слова не сказал, то есть никто не сказал, что это невозможно, и вот это вот, когда он сказал же point of contact, то, что пишется на форме там абсолютно любой человек или даже отель, в котором ты останавливаешься, и это было интерпретировано как многого родственников, хотя это никакого отношения не имеет. Вы обратили на это внимание, когда вот информация шла по всей стране? Ну обратила, а что вы, и какой вопрос? Вопрос такой, это не было таким вопиющим, как бы бессмысленным чем-то таким вот, скажем, иммиграционные адвокаты, почему никто не закричал? Знаете, тяжело мне говорить о том, что кто делал, и как, и не всегда пресса правильно преподносит информацию, иногда они берут какую-то выборочную информацию для, вы знаете, как работают СМИ, правильно, поэтому, ну как бы, так как я не знакома конкретно с этой ситуацией, я не знаю, почему никто не обратил внимание, может быть, и обратил, но опять же, я думаю, что просто СМИ это преподносит по-своему. Хорошо, вот еще из разных стран Евросоюза, из Румынии, из Германии, из Великобритании, спрашивают люди, вот я когда-то там эмигрировал в эту европейскую страну, а теперь хочу в Америку, вот как бы мне попасть в Америку? Им кажется при этом, что у них есть какое-то преимущество, ну они же не из какой-то там непонятной страны едут, вот, а вот они же уже в Европе, то есть, казалось бы, им должно быть облегченное такое. Ну, как бы облегченно из Европы приехать в гости, потому что, если вы получили гражданство в Европе, то есть много стран, которые имеют безвизовый въезд до 90 дней, можно приехать без визы, то есть, в этом плане им проще приехать как туристы, но в плане того, так как у них, вы сами сказали, правильно, то есть, как попалка о двух концах, как говорится, у них больше привилегий, потому что они живут в свободных странах Европы, таким образом они уменьшают свой шанс получить статус беженца в Америке, потому что они уже приезжают из стран, где как бы больше свободы и меньше нарушений прав человека, поэтому из стран, не из стран бывшего Советского Союза гораздо сложнее получить статус беженца, иногда даже невозможно его получить, поэтому нужно смотреть на варианты бизнеса, иммиграции, инвестиции, вот конка для экстрадинарных специалистов, то есть, шансов меньше, то есть, не шансов, а вариантов иммиграции получается меньше, потому что люди уже находятся в более привилегированном статусе. То есть, поскольку у них на политическом беженце практически, ну, почти невозможно, то остается все остальное? Да, но это не всегда невозможно, в зависимости от того, сколько лет человек прожил в стране, например, Германии, в каком статусе, какая у них ситуация, потому что иногда возможен статус беженца, просто это исключение. Спрашивают, при получении визы американской, правду ли пишут, что отслеживают поведение людей в соцсетях, там, что они там пишут, какой у них, так сказать, моральный облик, есть такое или это преувеличение? Ну, сейчас об этом больше говорят и пишут, что будут более, как бы, то есть, будет более детально смотреть на то, что люди делают в соцсетях. Но, если честно, это делалось и раньше. Вот, например, даже пару лет назад уже мы заметили, когда люди идут, например, на собеседование на статус беженца или, там, воссоединение семьи, допустим, по браку, то в их соцсети смотрят и задают им вопросы. То есть, это было и раньше, просто сейчас больше разговоров об этом. Поэтому нужно всегда то, что вы сами видите в соцсетях, и то, что мы можем посмотреть, то же самое может увидеть иммиграционный работник. Поэтому нужно быть осторожным с этим. Если вы не хотите, чтобы какая-то информация была отслежена, не ставьте ее в соцсети. — Вот вопрос не касательно иммиграционной реформы, которая грядет, а вот касательно политического убежища. Я, может быть, не прав, но мне кажется, что там, где политический убежищ, там гораздо больше возможности у правительства инструкциями своими как-то влиять на процесс, да, то есть, помимо закона. — Вы имеете в виду, как проводить эти собеседования, что это более субъективный процесс, нежели, например, бизнес-эмиграция, там, где вы или попадаете, проходите по критериям или нет? — Вопрос состоит в том, что это вы имеете в виду. — Вопрос ставится так. Возможно ли осложнение в процессе получения политического убежища, и если вдруг осложнения какие-то будут, то есть ли там обратная сила, имея ли эти возможные изменения? Но я вот к чему говорю, что есть конгресс, он принимает законы, а дальше есть всякие органы, которые инструкции какие-то пишут, и мне кажется, что они своими инструкциями могут интерпретировать в очень широком таком диапазоне, на самом деле, и как это скажется на практике судов, или там офицеры, которые проводят собеседование. — На эту тему, вот сейчас конференция, которая прошла пару дней назад, калифорнийская для миграционных адвокатов, мы несколько часов обсуждали эту тему. На самом деле, что все становится строже, проверок очень много, и не для того, чтобы запугать людей, а для того, чтобы их предупредить, что нужно знать, что подавали, какие документы подавали, и вот, например, даже те, кто прошли уже собеседование на статус беженца, и даже получили грин-карту, потом через пять лет подают документы на гражданство американское, человек, который проводит вам экзамен на гражданство, имеет право вернуться и посмотреть, что у вас происходило, когда вы подавали на статус беженца, и задать вам вопросы. То есть на эту тему мы потратили несколько часов дебатов во время этой конференции, и реально это происходит. И страх в том, что люди, которые проводят собеседование на статус беженца, они проходят определенную подготовку, такой тренинг. То есть они квалифицированы для того, чтобы задавать вопросы касательно ситуации, почему люди подают на статус беженца, обсуждать очень деликатные моменты в жизни людей, очень такие трогательные, что с ними произошло и так далее. А потом, когда человек уже получил грин-карт и подает на гражданство, у него берет экзамен, проводит экзамен человек, который только научен проводить этот экзамен на гражданство, и который не проходил такой же самый тренинг, как асайлом офицер. Поэтому эта тема сейчас обсуждается среди миграционных адвокатов. И правила провождения собеседования, они как бы имеют не то что ретроактивную силу, но вот если правило административное вступило в силу сегодня, оно будет, естественно, работать на всех, кто еще не прошел собеседование. Если честно, поэтому мы вот в нашем офисе тоже тратим гораздо больше времени на подготовку каждого клиента к собеседованию и обращаем внимание на всю последнюю информацию, которая была у людей, которые уже прошли собеседование. И поэтому интенсивная подготовка на собеседование на статус беженца происходит именно перед самым собеседованием. То есть мы узнаем дату собеседования на асайлом за 2,5 недели заранее. Мы объясняем клиентам, что вы ждали, допустим, 1,5-2 года, или 3 года, или 4 года в очереди. Нет смысла готовиться к собеседованию за 2 года заранее, потому что правила провождения собеседования могут поменяться, и вы не можете каждый день думать о том, что у вас завтра собеседование. Это еще объясняет повышение цен на иммиграционные услуги, потому что теперь адвокаты, некоторые, наверное, не все, но мы в том числе тратим гораздо больше времени, чтобы адекватно подготовить наших клиентов и подумать о том, какие вопросы могут задать и как неправильно подготовиться. Но правила меняются, и они становятся строже. Но это не значит, что люди не проходят, то есть все равно клиенты получают статус. Просто это вопрос подготовки правильной, и наличие информации, к чему готовиться и как проходить эти собеседования. Тогда я, может быть, от себя добавлю к тому вопросу. Вот сейчас эти новшества с визой H1B, когда и ренювал идет, то есть когда должны продлить на 3 года. Раньше это практически автоматом шло, если ничего кардинально не менялось. А теперь говорят, вот ты приехал 3 года назад, работаешь в той же конторе, все такое, а ну-ка давай мы тебя заново будем гонять так, как если бы ты только что получал эту визу. Если честно, это просто выборочно делали. То есть раньше меньше делали проверок административных, но сейчас это делают не только для H1B, это делают для продления L визы, для продления E визы, для F продления. То есть сейчас просто больше проверок и больше на все обращают внимание. Поэтому, смотрите, наша работа в офисе радикально не поменялась, потому что мы всегда людей готовили так, чтобы они были больше подготовлены, чем меньше. И поэтому, опять же, то есть оправдывает, то есть деньги, которые нам клиенты платят, оправдывают нашу работу. То есть мы точно тратим больше часов, чем те фи, да, то есть как бы те, ну как бы те деньги, которые нам платят за это. Но мы всегда клиентов готовили так, чтобы они прошли любое интервью. Вот, а сегодня просто это публично стало известно, что будут перепроверять, что не так все просто. Вот, то есть практически всех будут проверять. Если раньше проверяли 30% людей или там 50% людей, то сейчас будет, например, 90% людей. Я понял. То есть вы закладывали запас прочности как бы на все эти случаи, а сейчас просто случаев этих больше. Да, то есть у нас особо, в нашей практике особо мало что поменяется. Вот вопрос такой. Есть религиозная виза R1, да, R1. И спрашивают люди, говорят, что вот она не предполагает, она как бы не иммиграционная. То есть приехал, поработал. А правда ли, что вот можно с нее как-то вынырнуть в грин-карту? Если честно, она как раз, да, я не в конфликте с постоянной иммиграцией. Это R-виза, она очень хорошая виза. Она просто, к сожалению, подходит очень маленькой группе людей, потому что нужно быть на религиозной позиции. То есть это нужно быть или, допустим, пастором или там раввином, то есть нужно быть именно конкретно в клерчи, да, как бы в религиозной. Или нужно работать на какой-то религиозной должности. И есть определенные тоже критерии, которые объясняют, кому подходит эта виза и кому она не подходит. После нее можно подавать на грин-карту по специальной категории, то есть через другую форму, не через там EB1 и EB2, а специальная есть категория для людей, которые работают в религиозной сфере. И после R-визы, если человек продолжает работать на той же работе, в той же сфере, не так сложно получить грин-карту, как после другой визы. Вот у нас, можно сказать, крик с мольбой о помощи. Я получила турвизу, и при пересечении границы мне поставят полгода пребывания. У моего парня грин-карта. И в июне он подает на гражданство. Мы хотим пожениться, когда я приеду в США. Ну, то есть имею в виду, что он, видимо, уже гражданин будет. Как грамотно это сделать? До подачи на гражданство или после? Знаю, что лучше подождать 90 дней. Как быть? Смотрите, на этот вопрос лучше мне публично вот так не отвечать, потому что я не имею права, как адвокат, вас учить, как вам это сделать на территории Штатов. То есть вы, как бы, не должны иметь намерения остаться в Штатах, когда вы приедете. Ну, допустим, если мы возьмем гипотетическую ситуацию, когда два человека в Америке и один из них в туристах, второй из них имеет грин-карт. Если люди поженились до того, как второй человек получил гражданство, то можно подать там часть документов, потом подождать, пока человек получит гражданство, поменять категорию подачи или проще всего подождать, пока у человека уже есть гражданство, и тогда все документы на воссоединение подаются одним большим пакетом. Сегодня вышло новое правило вот 90 дней. То есть это правило было и раньше, там такое 30-60 дней, когда считается, что ваши действия, которые вы предприняли после приезда в Америку, считались ли они иммиграционными намерениями, могут ли вас обвинить в том, что вы обманывали о ваших намерениях, когда вы ехали в Штаты. Сегодня разговоры о том, что вот есть правило, которое уже официально есть, 90 дней. Которая говорит о том, что если вы женились с человеком, у которого грин-карта или американское гражданство в первые 90 дней приезда в Америку, то потенциально вы имели иммиграционные намерения, и потенциально у вас будут проблемы потом при получении грин-карты. Поэтому мне лучше не отвечать более конкретно на этот вопрос. Если вы заинтересованы, наверное, лучше всего провести индивидуальную конфиденциальную консультацию на эту тему. Муж заявитель на политубежище. Интервью не было еще. Жена разводится и уезжает из США. Нужно ли просить удалить ее из кейса? Как это правильно все сделать? Если муж заявитель разводится, жена уезжает, это не обязательно заранее сообщать, что ее нужно удалить из кейса. Вот. В любой момент тот, кто заявитель, может сообщить о том, что она уехала. Даже на самом собеседовании. То есть можно ничего не делать. Туристическая виза истекает 19 января 2018 года. Возможно ли приехать в США к Светлане и продлить ее, так как в посольстве в Москве искусственно созданы невероятные сложности со всеми визовыми вопросами? Окей. Опять начинаем с того, что учить вас, как вам остаться в Штатах до того, как вы приехали, не имея права. Виза. Есть разница между визой, то, что у вас в паспорте, и разрешением легально находиться в Штатах. Виза в паспорте для того, чтобы вы попросили разрешение на въезд в аэропорту. А как только вы заехали в Штаты, виза уже ничего не решает, а решает такая форма, которая называется Ай-94, которая указывает, сколько времени вам разрешено легально находиться в Штатах. в Штатах. Поэтому вы не можете продлить саму визу в Штатах. Ее продлевают только в посольстве. Если вы думаете о том, как вам остаться, лучше проводить индивидуальную консультацию на эту тему. Если вы переживаете за то, сколько вам времени разрешат находиться в Штатах, скорее всего, 6 месяцев, потому что это стандарт. Даже если вы приедете за 2 недели до истечения срока действия визы, например, в январе за 2 недели до того, как виза закончится, скорее всего, вам все равно поставят штампик на 6 месяцев легального пребывания. Я думаю, что там вопрос вот какой. Она не хочет оставаться. Ей просто хочется, чтобы виза в посольстве пребывала. Просто продлить визу. Для того, чтобы просто продлить визу, это нужно делать через любое посольство Америки, не обязательно в своей стране. Можно выехать в соседнюю страну и там продлить визу. В Америке просто такое не делают. То есть визы только продлеваются в посольстве или в консульстве. А вот, допустим, она приехала в США, выехала в Мексику и попыталась там продлить. Реально это проблемно в Мексике продлить или нормальные люди делают и все такое? Это рискованно, потому что вам могут не продлить или можете там застрять на какое-то неограниченное количество времени. Вам, скорее всего, в Мексику виза тоже нужна. То есть более разумно поехать продлить визу в стране, куда не требуется виза. Например, люди едут в Черногорию, люди едут еще на какие-нибудь острова, Доминикану. Проще всего поехать в другую страну бывшего Советского Союза и сделать это там. Там в Киеве, а в Минске нет посольства сейчас. Хорошо. Может ли главный бухгалтер, выдающийся в своей сфере, отвечающий трем и более требованиям из десяти, претендовать на EB1 по экстраординарным способностям? Может, бухгалтера, у нас есть ряд клиентов, которые в финансовой сфере работают, то есть эта сфера EB1, она не только для экстраординарных артистов, спортсменов или, скажем, научных работников, финансовые работники подходят под эту категорию. Как я уже говорила раньше, кроме юристов любая профессия подходит. Просто нужно смотреть, набрали ли вы критерии или нет. Если нет, наш офис помогает людям набрать эти критерии, просто иногда нужно потратить год или полгода на подготовку. Свет, возвращаясь к предыдущему вопросу, где вы говорили, что за две недели можно въехать и получишь на шесть месяцев, иногда спрашивают, а вот какой предельный такой срок для въезда? Допустим, виза заканчивается 19 января. Я могу въехать 18-го, меня пустят? Теоретически пустят, но зачем дотягивать до последнего дня? Я не видела в своей практике людей, которые приехали за один день до конца визы, но за неделю видела. Хорошо. Ребенку 21 год, гражданин США, инициирует процесс воссоединения с родителями. Он студент, продемонстрирует наличие необходимого и достаточного дохода, пока не в состоянии. Может ли в качестве поручителя с Афидевитов Саполь выступить стороннее лицо? Может. Любое стороннее лицо, которое имеет гринкарт или гражданство в Америке и последние три года платил налоги, имеет стабильную работу, которая подтверждается вот фейстабами, подтверждается зарплатой. Хорошо. Какие документы требуются для подтверждения легальности полученных денег и, соответственно, уплаты налогов России? Это, видимо, имеется в виду интервью на гринкарт лотерея, и вот он должен показать, что вот он... А можете еще раз вопрос прочитать? Какие документы требуются для подтверждения легальности полученных денег и, соответственно, уплаты налогов России? Может быть, он через границу везет 50 тысяч карманных? Если честно, это зависит от того, для чего, для какой цели вам это подтверждение, потому что обычно для разных категорий миграции есть список документов, которые требуют. Но самые такие распространенные документы, которые подтверждают легальность зарплаты в России, это письмо от бухгалтера или от отдела кадров о том, какая у вас зарплата. Если у вас деньги поступали на счет, вы можете банковские выписки взять, нотариально заверенные. Можете взять справку о том, что все налоги уплаченные. То есть, справка из налоговой тоже значит? Это не будет достаточно только само по себе, но нужно знать, для какой цели вам это нужно. Потому что или это для турвизы, или для лотарей, или это для иммиграции через инвестиции. То есть, я не знаю точно, кто вас это требует и для какой визы, не могу вам сказать, но обычно только одной справки о том, что налоги уплачены не будет достаточно. То есть, вот я вам сказала, что нужно справку от бухгалтера или от отдела кадров и выписку из банка, если видно, что деньги поступали от работодателя туда. Вот спрашивают, я так понимаю, в отношении политического убежища и также воссоединения с близкими родственниками. Спрашивают, ждать результатов иммиграционной реформы, то есть, нового закона, или начинать сейчас? Вы имеете в виду воссоединение? Ну да. Ну, конечно, лучше сейчас начинать, если вы подходите по правилам уже, потому что вдруг потом не разрешат воссоединение взрослых детей с родителями. Ну, в реформе заложено, чтобы не разрешать. Да. То есть, неизвестно, когда просто этот закон вступит в силу, но зачем ждать, если сейчас подходите под эту, если, допустим, уже родители, или там, тот, кто должен подавать, имеет гражданство американское, зачем тогда ждать? Там еще, знаете, я вот обратил внимание, если, скажем, я гражданин США, я хочу привезти своих родителей, ну, в смысле, вот мы когда привозили, им давали грин-карту и так далее, вот по нынешним правилам, а там им будут давать визу многолетнюю, но у них не будет грин-карты, они не смогут получать никакие социальные пособия, программы, как вот сейчас это происходит. То есть, это, на самом деле, очень болезненная штука. То есть, вы можете их привезти, но вы не сможете финансово. Правильно было бы, наверное, то, что вы сказали, сейчас начинать, если хотят привезти. Можно ли, получив разрешение на работу по политике, работать в фулл-тайм, будучи параллельно на студенческой визе? То есть, он студент, подал на политику, получив разрешение на работу. Это нормально, вот так совместить? Тут студенческое, а там разрешение на работу по политике. Да, потому что, в крайнем случае, это, кстати, не редкая ситуация у вас, то есть, в крайнем случае, если это не понравится университету, то в лучшем случае они отменят ваш F1, но вы все равно имеете право через разрешение на работу учиться, как на F1 студенческой визе, плюс работать. Поэтому это нормально. Не нужна студенческая виза, просто учиться на студенческой визе. то есть, можно не платить за продление студенческой. Но я не могу вам советовать не поддерживать F1 статус, хотя перед собеседованием неплохо быть не в статусе, потому что, на всякий случай, если вы в статусе студента, на момент собеседования на статус беженца, и вы не прошли, если вы еще продолжаете быть в статусе студента, вам не будет разрешена апелляция. Поэтому апелляция разрешается только тем, кто уже не в статусе студента или рабочей визы на момент собеседования. можно ли, получив разрешение на работу по политике, в одном штате, переехать в другой штат и работать там? Можно. А ему не надо переводить свой кейс из одного офиса миграционного в другой, если он готов? Надо. Но работать можно... Вы спросили вопрос с разрешением на работу, получив его в одном штате, можно работать во всех штатах. Но нужно уведомление о том, что вы переехали, это другой вопрос, не связанный с тем, где можно работать. То есть вам нужно предупреждать тот иммиграционный офис, в котором находятся ваши документы, что вы переехали в другой штат и ваши документы пойдут за вами. Приехал в США по туристической визе, остался, подавшись на политубежище. На данный момент сдал отпечатки, имею право на работу, работаю в сфере IT в офисе около года. Все жду интервью с иммиграционным офицером. Назревает женитьба на девушке, американке, с работы. Надо ли будет выезжать, чтобы впоследствии получить грин-карту именно через брак? Если вы приехали... Вы сказали, что приехали как турист, правильно? Подали документы. Нет, выезжать не надо, если у вас там нет никаких нарушений, которые вам помешают воссоединению. То есть все равно не мешает, наверное, проконсультироваться с адвокатом просто о тонкостях вашей ситуации. Но, в принципе, в общем, из того, что вы сказали, выезжать не надо. Можно все делать на месте в штатах. Есть ли подана заявка на супругу на воссоединение с грин-карт-холдером? Есть ли смысл подавать на туристическую визу из Лондона, чтобы хоть на немного сократить время разлуки? Боюсь, подпортить иммиграционный кейс этим. Иммиграционный кейс не подпортится, имеет смысл подавать, но тогда придется правдиво приезжать и уезжать вовремя. И есть шанс, что могут отказать в визе, но попросить эту турвизу это не нарушение и ничего в кейсе не напортите. В крайнем случае вам скажут нет, тогда придется просто продолжать ожидания в разлуке. Но если турвизу дадут, в этом никаких нарушений нет. В Польше на временном месте жительства по работе есть временное разрешение. вид на жительство временное. Если уволимся, польское ВМЖ вид на жительство аннулируется. Потом приедем в США по турвизе. Можно ли будет получить политубежище? Вы спрашиваете, помешает ли вам то, что у вас было временное ПМЖ в Польше. Вопросы задаваться будут, но если его восстановить нельзя, тогда по идее это не будет проблемой для статуса беженца. Смотрите, вам для того, чтобы получить статус беженца, нужно иметь для этого основания и построить историю и так далее. То есть, если все остальное подойдет под статус беженца, ваша конкретная ситуация, тогда остается только объяснение, почему вы не смогли это сделать в Польше. Но возможность получить статус есть. Диагноз шизофрения. И в кавычках идет, цитата, заболевания, которые вызывают или могут вызвать угрозу себе и окружающим. То есть, это заболевания по той категории, с которой, видимо, не пускают в США. Вот как шизофрения с этим? Если честно, с шизофренией люди получают статус беженца, просто вопрос сначала приехать как туристы. И насколько я знаю, люди приезжают как туристы с вот этим заболеванием. И у меня в практике были клиенты, которые болеют шизофренией и которые получили статус беженца на основании того, что они именно не могут получить адекватного лечения в своей стране. То есть, это не должно быть проблемой. То есть, вы наверняка должны иметь справку о том, что вы не агрессивны и не пользуетесь оружием и так далее. Но, в принципе, само заболевание шизофренией не останавливает эмиграционных офицеров в выдаче визы или в получении статуса беженца? Часто спрашивают, знаете, человек говорит, я хочу участвовать в лотерее гринкарт, но у меня и дальше начинается, либо у него ДЦП, но он такой, такая легкая форма, он, в принципе, работает, может быть, из дома даже программирует, что-нибудь такое. Или у него, скажем, он инвалид первой группы, колясочник, и вот он вдруг выиграл, семьи нет, вот он, допустим, сам. Это является основанием, чтобы ему визу не давать. Но я не видела такого, чтобы не давали визу, и вот инвалиды разных групп, колясочники и люди с рассеянным склерозом у нас были клиенты и получали статус, и визу получали, и статус беженца получали. То есть не проблема. Хорошо, Светлана, у нас вопросы, еще у Марата есть вопрос, только давайте погромче его. Я буду погромче, здесь просто люди задают вопросы, уже буквально написано четыре минуты назад. Да, он в онлайне вопрос подхватил. В общем-то, здравствуйте, в свете последних разговоров о миграционной реформе, стоит ли рассматривать визы L1 и H1B как мостик к грин-карте? Какова вероятность, что этот путь закроют? Реально ли построить кейс EB1 программисту с пятилетним стажем опыта, с хорошей зарплатой, но без каким-либо публикации, участия в конференциях и так далее? Спасибо. Здесь как бы вопрос из нескольких частей. Давайте вот с последней части начнем. Если программист или атишник, пять лет работы, успешной работы, при желании вашем можно вам помочь подготовить публикации, патенты и так далее и подготовить ваше дело, чтобы оно подходило под EB1? Просто это вопрос денег и времени, но допустим при желании потратив год-полтора на подготовку это реально. Пока H1B и L-визу не отменили, это можно использовать как мостик киби-1, просто H1B имеет небольшую проблему в плане того, что есть лотерея и не все могут получить эту визу просто потому, что лотерею могут не пройти. L-виза это лучший вариант, чем H1B, но вы должны тогда подходить под условия L-визы. То есть, если вы сами на себя работаете, открываете филиал в Америке, остаются у вас работники и в вашей стране будут новые в Америке, тогда для вас L-виза лучше подходит. Или если вы уже работаете на компанию, которая имеет офис в Америке, тогда для вас это гораздо лучший вариант, чем H, потому что нет лотереи для L. Также есть виза для тех, которые хотят открыть свой стартап, и эта виза О, она имеет некоторые требования, которые совпадают с требованиями EB1, она очень хорошо подходит для тех, кто открывает свой стартап, и для тех, которые не хотят долго находиться в своей стране и ожидать год или полтора или два подготовку EB1 кейса. Поэтому если у вас есть план открыть свой стартап и взять кого-то на работу, тогда это может быть даже лучший вариант, чем H или L. То есть можно открыть свой стартап, который тебя самого возьмет по визе Оу. Да, просто нужно его правильно организовать, нужно какие-то деньги вложить, минимального требования сколько вложить нет. Это вариант, единственное, что финансово вам придется платить за услугу Оу, а потом за услугу EB1, но Оу это будет прямой ступенькой в сторону EB1. Это хорошо для тех, у кого есть план открыть свой стартап и взять кого-то на работу в штатах. И Оу она хорошо подойдет для тех, кто собирался открыть свою компанию в штат, но у кого нет своего бизнеса в своей стране, потому что если у вас есть бизнес в своей стране, тогда вам подойдет виза L. А если у вас нет своего на кого-то работать и рисковать тем пройдете лотерею или нет. Поэтому Оу нужно быть финансово просто подготовленным для этого процесса, потому что возможность находиться в стране у вас будет быстрее, чем если вы будете год или полтора или два ждать подготовку EB1 дела. Просто вам придется платить и за Оу и за EB1 и это вам даст возможность приехать в Америку раньше и создать свою компанию, через которую вы сможете сами себе сделать эту визу с помощью адвоката естественно. Вот такой вопрос от меня. Я прочитал пару недель назад генеральный прокурор господин Сэшенс. Он высказался в том смысле, что инвесторская программа EB5 да? Да, инвесторская программа, что она как бы имеет большой такой компонент мошенничества. Как он сказал, fraud prone. А что там? А как же можно, что за мошенничество? Ну, если честно, я не слышала конкретно эту речь, но скорее всего имеется в виду то, что деньги нечистые вносятся. Эта программа скорее всего подтверждение средств, потому что EB5 это EB5 это программа, когда можно внести или миллион долларов и создать 10 работ или 500 тысяч долларов в чужой проект и тоже где создается 10 работ. Таким образом люди получают гринд карту. Самая сложная часть этого процесса это подтверждение легальности денег и нужно показать, нужно подтвердить, что источник средств легальный, также путь, который деньги прошли до того, как они были инвестированы в проект тоже был весь легальный. поэтому скорее всего мошенничество именно в этом. Ну что ж, Светлана, мы вопросы все исчерпали, даже один подхватили там в онлайне и может быть вы пару слов скажете из такого существенного, что всех могло бы так зацепить или многих зацепить из того, что вы были на этом мероприятии и что там обсуждалось. Вы несколько раз упомянули, но может быть как-то посмотреть на все мероприятие целиком. Я хотела пока перед тем, как я перейду к обобщению того, что было на конференции, я просто хотела добавить момент, вот так как мы заговорили про инвесторскую вот эту грин-карту и B5. Были разговоры на конференции, вот одно из изменений это скорее всего через пару месяцев повысят 500 тысяч на 900 или даже 950 или 920 как минимальный инвестмент, поэтому как бы было такое предупреждение, что если кто-то задумывался о том, вкладывать 500 тысяч или нет, надо это делать в ближайшие месяцы, 2-3, потому что скорее всего это минимум поднимется. Это для тех, кто об этом думал. Какие вот основные изменения? Ну вот H1B на 6 месяцев убирали ускоренное оформление H1B, а сейчас по идее оно будет опять доступно. Вот о том, что мы уже сказали, что проверок очень много, много административных проверок, людям очень важно не терять копии документов, которые подавались даже на визу, даже DS-формы, когда подавали на визу, эти документы обязательно нужно хранить, то, что вы готовили на статус беженца, нужно оставлять для подачи на грин-карты, для подачи на гражданство, потому что эти вопросы могут быть затронуты позже, не предпринимать никаких радикальных решений в плане смены статуса первые 90 дней с момента приезда в Америку, это не касается беженцев, про беженцев речи вообще не было, имеется ввиду, что вот вы приехали и вы подаете на статус беженца, эти 90 дней правила, оно не касается конкретно беженцев. Были разговоры о том, что будут смотреть в социальные сети более детально, были разговоры о том, что могут спрашивать о том, какие действия вы предпринимали, когда вы приехали в Америку, вот иногда люди спрашивают, а что будет, вот мы детей в школу отправили, вот мы еще банки открыли, вот мы машину купили, но это не значит, что этого нельзя делать, просто вот туристы, когда приезжают на пару месяцев, они же тоже покупают машину, снимают жилье и детей в школу отправляют, просто им нужно объяснять, как бы для чего они это делали и о чем думали, вот когда это делать. то, что очень много административных новых правил и как офицеры себя ведут на собеседовании, это правда, просто вот теперь больше работы для адвоката и клиентам нужно понимать, что нужно серьезно готовиться к любому процессу, но это не значит, что вы не пройдете или что будет ниже процент положительных результатов, нужно просто правильно готовиться вот ко всем этим процессам. не было разговора на тему о том, что как-то сократится очередь на рассмотрение политического убежища, были планы там удвоить количество офицеров, ничего нет? На эту тему нет и, к сожалению, как я, если честно, и думала, что наша конференция была, наверное, не совсем правильно по времени спланирована, потому что в пятницу был федеральный праздник и ни один государственный сотрудник не приехал на нашу конференцию, теперь нам нужно ждать до июня месяца, когда все соберутся в Сан-Франциско будет наша такая федеральная национальная конференция адвокатов опять. То есть насчет сроков ожидания интервью никаких разговоров не было абсолютно. То есть пока что сроки не уменьшаются, они могут даже увеличиваться. Такой вопрос. Светлана, вот у вас офис увеличился количественно, а я помню, что у вас еще когда-то третий человек появился, Лиза звали, и вот возникли такие не то что вопрос, а такой тренд, а я хочу со Светланой поговорить. И узкое место создается в процессе. Я знаю, что вы на самом деле единолично своей рукой проводите начальное интервью, чтобы определиться стратегически, как с этим человеком работать. Просто я к чему говорю, может быть пару слов о том, что все люди, которые в офисе работают, они на самом деле квалифицированы. То есть как процесс происходит организационный? Чтобы не было опасений, что это не было лично Светланой. Это хороший вопрос вы задали, Михаил. С одной стороны хочется похвастаться, что у нас коллектив расширился и что нас теперь больше в офисе. На самом деле это бенефит большой, то есть это положительный момент в нашем офисе и для клиентов естественно тоже, потому что мы теперь можем более эффективно, быстрее все делать и у нас есть возможность перепроверить друг за другом работу, которая сделана. Самые основные моменты, за них все равно отвечаю я. То есть все консультации, которые очень важны, первый этап в процессе работы с каждым клиентом это построить стратегию, то есть поставить вам такой иммиграционный диагноз, где лично я решаю, как лучше всего построить план для вас и по какому пути более эффективно пойти, то есть это не путь, который мне больше нравится, то есть это не путь, который самый дорогой, наоборот, это путь, который самый реальный к получению положительного результата и в первую очередь я смотрю на ваши интересы, то есть какой путь будет самый финансово выгодный и самый реальный для вас. А потом очень большую часть работы помогают мне выполнять мои коллеги, которые есть адвокаты, есть финансовые и специалисты технические, вот разные специалисты в нашем офисе, они все очень аккуратно подобраны мной и поверьте мне, что если я со своим 15-летним опытом работаю в сфере миграционного права, доверяю этим людям, доверяю не просто их профессионализму, их знаниям, а также их порядочности, их как бы их верности, их интересам, не личных интересов, а именно интересах ваших как клиентов, то вы тоже должны этим людям доверять, потому что вы пришли ко мне в офис, вы обратились ко мне за консультацией, значит я подразумеваю, что вы доверяете мне, раз вы доверяете мне, вы должны доверить моим коллегам, моим сотрудникам, которые очень хорошо все работают и которые все подписали договоренность о том, что они соблюдают полную конфиденциальность, ваши вопросы ни с кем не обсуждаются за пределами этого офиса и все работают на вас, вот, а самые основные вопросы, то есть касательно стратегии, подготовки к собеседованию, помощь историями и так далее, то есть за это все отвечаю лично я, поэтому если вы позвонили в офис и на, допустим, протяжении двух недель вы беседовали с несколькими моими сотрудниками, вы не можете чувствовать, что вот, а со Светланой все-таки мы уже две недели не можем связаться, потому что вы позвонили ко мне в офис, значит, вы получили ответы квалифицированных специалистов, которые работают под моим руководством, конечно, есть моменты, когда вы лично со мной должны и будете встречаться, то есть в каждом деле есть необходимость периодически иметь встречу лично со мной, и это не заменяется работой с другими сотрудниками, поэтому в любом случае вы всегда можете со мной организовать встречу по скайпу или лично, и в процессе работы я с вами неоднократно буду встречаться лично, вот, просто естественно просьба понимать, что все сотрудники, которые работают в офисе Светланы Каф работают для вас и ваших интересов, хотела рассказать, что какие были новые изменения, смотрите, мы очень много времени с вами обсуждаем постоянные варианты иммиграции, но вот бывают случаи, особенно для молодых людей, которые очень успешно работают, имеют карьеру в своей стране, вот, у которых даже, например, родители приехали уже на постоянное жительство в Америку и очень хотят, чтобы их дети какое-то время провели в Америке, но не всегда эти дети сегодня готовы эмигрировать на постоянное, например, попросить статус беженца или, допустим, получать грин-карт для сородинарных специалистов, вот они не готовы сегодня уехать, может им там через 10-15 лет захочется переехать, и сегодня вот, ну, они бы не против, например, получить опыт работы в Америке год-два-три, правильно? То есть, есть такие люди, которым не обязательно сегодня переезжать на постоянную, вот, есть такая виза, виза J, которая имеет очень много разных направлений, то есть, вот самое такое распространенное направление визы J, это summer work and travel, то есть, очень многие студенты, которые не первого курса студента и не последнего, приезжают в Америку по work and travel, и некоторые возвращаются обратно и каждый год приезжают по этой программе, то есть, это 4-месячная такая программа для студентов, вот, также есть J-виза для аппер, да, то есть, вот молодые люди, некоторые приезжают, и они год или два живут в семье, работают, типа нянечек, типа вот, бебиситеров, и получают очень маленькую зарплату, живут в семье, но, также есть виза J для людей, которые уже специалисты, но хотят еще побольше как бы научиться чему-то, например, тому, как делают research в Америке, например, в университете, допустим, в госпиталях, которые считаются teaching hospitals, которые делают вот такой research, как бы исследовательскую работу, вот эта J-виза, она также, как она работает для студентов и для work and travel, она также работает для специалистов, которые хотели бы приехать на стажировку, платную стажировку в компанию, и вот эта J-виза может выдаваться до пяти лет, причем она может выдаваться для людей, которые уже не студенты, которые должны конкретно заниматься какой-то исследовательской работой, то есть, на самом деле, это вначале было придумано для научных сотрудников, допустим, физики, химики и так далее, а сейчас, естественно, исследовательские работы делают и айтишники, и финансисты, вот, поэтому, и даже в академии, вот, поэтому стоит подумать, как бы, тем, кто заинтересован просто на пару лет, до пяти лет, приехать вот по такой визе на стажировку, такая виза существует, и в некоторых случаях она оформляется за два-три месяца. А можно я уточню? Вот, я привозил к себе стажеров, у меня из Чили, была девочка из Южной Африки, но нам тогда объясняли, что вот, если человек только из университета, года не проработал, то его можно привезти на 12 месяцев, а если он уже проработал год, тогда на 18, а вот про пять лет я никогда не слышал. До пяти лет вот есть организации, для того, чтобы эту J-визу получить, естественно, если кто-то заинтересован, можно сделать личную консультацию, чтобы поговорить о вашей ситуации, но в принципе для того, чтобы получить J-визу, не нужно даже идти через USCIS, то есть через иммиграционный офис, есть специальные такие третьи лица, то есть такие организации, sponsoring organizations, то есть если человек находит заинтересованного работодателя, например, школу Михаила или там другую какую-то школу, или допустим университет, или госпиталь, или айтишную компанию, которая хочет взять вот такого человека на стажировку, тогда нужно обратиться в одну из таких организаций, которые напрямую оформляют все через Department of State и выдают человеку такую форму, которая похожа на форму для студента i20, то есть специальная такая форма, которая выдается для потенциальных J-апликантов, и с этой формы человек идет напрямую в посольство и получает эту визу. Я хотел добавить от себя из моего опыта, что те ребята, которые у нас были по этой визе, они, как правило, умудрялись еще попросить, чтобы супруги, например, давали разрешение на работу, и, в общем-то, я не помню, чтобы хоть раз отказали, то есть можно вдвоем работать на самом деле. Ну, это не всегда так, но, в принципе, можно пробовать. Еще, на самом деле, на конференции обсуждали вопрос, и я просто хочу это упомянуть, потому что у меня были клиенты, которые со мной консультировались в такой ситуации. Смотрите, виза F1 студенческая, она не предполагает, что вы будете работать, пока вы учитесь, но в некоторых случаях вы после какого-то времени, скажем, после года учебы или какого-то времени определенного, вам университет разрешает работать до 20 часов в неделю на территории университета или под эгидой университета, то есть если это часть программы. Но есть ряд университетов, которые разрешают работать фулл-тайм, пока люди учатся. И с одной стороны это сейчас разрешается, с другой стороны это может быть потом проблемой для получения рабочей визы или грин-карты, потому что это одна из инструкций, которая уже дана иммиграционным офицерам, которые рассматривают смену статуса с F1 на H или на L или на грин-карты. Поэтому нужно очень хорошо подумать перед тем, как получать право на работу, пока вы еще учитесь на F1 и смотреть, какими методами ваш университет дал вам право работать. То есть с одной стороны вроде легально, а с другой стороны могут нашлепать за это дело. Да, абсолютно. Вообще несправедливо как-то. Ну, хорошо. Светлана, я думаю, что у нас все вопросы закончились. Давайте мы не прощаемся фактически, потому что мы периодически встречаемся. И если есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео. У нас все вопросы сохраняются, ничто не пропадает. Ну и мы через какое-то время встретимся. Я думаю, мы должны дождаться января-февраля, когда примут вот эту иммиграционную реформу. У меня такое ощущение, что примут, в том или ином виде примут. Не подвиснет она. Поэтому давайте дождемся, и тогда, может быть, будем обсуждать. Хорошо? Хорошо. Спасибо всем за внимание. Удачи!